Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь, Вы задаете вопрос о том, можно ли вешать фотографии усопших наших близких людей или кого-то еще из людей усопших в своей комнате. Ваша мама говорит, что это несет негативную энергетику. Вы с ней не согласны и совершенно правы, потому что какую энергетику может нести фотография или какой-то предмет? Никакую. Энергетикой является благодать Божия, которая подается человеку по молитвам, например, перед иконами или мощами святых угодников Божьих. А какой-то плохой энергетики от каких-то предметов ее, наверное, не существует. И можно, конечно, в этом вопросе глубоко разбираться, но точно не от фотографий усопших. Поэтому, если вы хотите, чтобы была фотография любимого человека, которая побуждает вас к молитве, то, пожалуйста, пусть она будет, эта фотография. Ничего страшного в этом нет, никакой энергетики плохой от этого не исходит. Но я хочу вам посоветовать все-таки, чтобы не было, как вы пишете, свежа рана и чтобы вы не сильно страдали, все-таки больше молиться за свою любимую девушку, которая ушла из жизни. И примириться с этим, понимая, что у каждого есть свой срок жизни, и что жизнь наша привременная, это земная. И мы приходим на определенный срок, чтобы что-то сделать, достичь какого-то духовного своего уровня, достичь спасения. И уходим отсюда тогда, именно когда нам больше нечего делать на земле. Не раньше, не позже, в свое время. Время у всех людей разное, ухода из жизни. У кого-то, кто-то умирает сразу, в младенчестве, кто-то в 5, 10, 20, 30, 40 лет, кто-то в 100 лет и более. Это определяет Господь, сколько нам нужно. Поэтому Господь забрал ее, потому что так нужно, потому что больше на земле абсолютно делать нечего. Чем больше вы будете примиряться с этим, тем лучше, чем будет светлее становиться на душе. Помоги вам Господи, врачуйте свою душу от скорби. Субтитры подогнал «Симон»